Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ новости в студии Александр Мешков. В начале выпуска коротко об основных событиях уходящего дня. Километр мечты. У жителей поселка Чащина в следующем году появится хорошая дорога. Новый подъезд от трассы Нижний Тагил Черноисточинск к населенному пункту будет закатан в асфальт. Площадь танкостроителей, одно из знаковых мест вагонки, изменят. В 2021 году на территории начнется реконструкция. В православном календаре сегодня покров Пресвятой Богородицы. Покров день всегда был одним из самых любимых на Руси. И сегодня праздничные службы прошли во всех православных храмах. Километр мечты. От трассы Нижний Тагил Черноисточинск до поселка Чащина, где проживают более 200 человек, в следующем году появится хорошая асфальтированная дорога. К работам на местности уже приступили. Детали расскажет Анна Кизилова. Как и спешки пирога ждут окончания работы. Жители поселка Чащина в километре от мечты. В 2021 году от трассы Нижний Тагил в Черноисточинск до этого населенного пункта появится новая двухполосная автодорога. Ее проектирование началось еще в 2015 году. Все это время люди пользовались грунтовой дорогой. Ее состояние не позволяло в Чащино заходить общественному транспорту. А там проживает 205 жителей. 65 из них – дети. Люди давно ждут этой дороги. Ждут школьники, которые не могут подняться в эту гору, нашу старую дорогу. Ждет водитель автобуса, который тоже при малейшем снегопаде начинает здесь буксовать и останавливается на асфальте. И школьники у нас идут в любую погоду – зимой, в грязь, в темноте, пока по этой дороге. И они в первую очередь все очень ждут. После пятилетних согласований с Департаментом лесного хозяйства, Министерством по управлению госимуществом, Тагилэнергосетями и проектно-изыскательским институтом ГЕО на дорогу дали добро. Ее на областном уровне отстаивала администрация Нижнего Тагила. Сейчас работы на участке уже начались. Их ведут специалисты УБТ-сервис по заказу управления автомобильных дорог региона. Мы выиграли конкурс в этом году. На сегодняшний этап мы вырубаем лес, готовим трассу, где будет проходить дорога. На данный момент мы видим, работы уже выполнены. Сейчас будем собирать его, штабилировать, очищать порубочные остатки, проводить корчевку пней. В этом году у нас предусмотрен еще частичный завоз скального грунта. Вообще сумма контракта составляет порядка 63 миллионов рублей. В этом году мы должны освоить около 9 миллионов рублей. Все основные работы по строительству дороги проведут в 2021 году в рамках госпрограммы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса до 2024 года» и региональной программы «Комплексное развитие моногородов». Будьте осторожны, лось реставрируется. Одна из самых любимых скульптур у посетителей парка «Народный» нуждается в ремонте. «Лось Янгуй» работы Валерия Баталова, как и другие фигуры животных, что украшают парк, появилась два года назад в ходе симпозиума городской ландшафтной скульптуры. Тогда шесть мастеров из Нижнего Тагила, Невьянска и Ижевска воплощали в бетоне волка, медведя, лося, щуку, ворона, рысь, филина и царь рыбу таймень. Но именно лось принял на себя всю тяжесть зрительских симпатий. Рог отшибли, а шкура облупилась. «Лось, конечно, интересная скульптура, но дело в том, что для парка, в котором гуляет много детей, он несколько неправильно решен. Это смелое решение, сделать его такого удобного для штурма, для глазни детей, потому что дети бегают по детским площадкам, забираются на всякие там лежащие горки, ступеньки, и они воспринимают его как очередной аттракцион. И, конечно же, он на это не рассчитан, и спустя пару лет он дал какие-то трещины, начал обшелушиваться. Другие скульптуры решены более лаконично, на них не так смело можно забраться, поэтому, собственно, он и страдает больше всех». Объем реставрационных работ не очень большой, но все равно пройдет два этапа. Этой осенью будет восстановлена скульптурная целостность. Часть рога наращивается слоями строительной смеси. А уже весной фигуру заново зачистят, зашпаклюют и покрасят. Остальные скульптуры в парке, возможно, тоже подновят. А в Комсомольском сквере началась реконструкция спуска к театру кукол. Со старых лестниц уже демонтированы старые ступени, которые местами разрушились. «Спуски к театру кукол и вообще в Комсомольском сквере будут восстановлены. Они достаточно сейчас в плохом состоянии. Также способ на ленина 4 будет сделан». Работы по реконструкции лестниц ведет фирма «Капиталстрой», говорит Егор Копысов. Часть ступеней полностью восстановят, часть будут только забетонированы. Работы на лестницах планируют завершить к концу месяца. Напомним, что Комсомольский сквер входит в туристический маршрут «Малахитовая линия». Площадь танкостроителей преобразится. В 2021 году в рамках реализации программы формирования современной городской среды территорию реконструируют. Изменений будет немного. Какие – узнаете в следующем репортаже. Площадь танкостроителей – одно из знаковых мест вагонке. Памятник «Санком Т-72» установили здесь в сентябре 2004 года. Тогда же замостили площадь и торжественно открыли ко дню танкиста. С тех пор плитка местами поотлетала. Пешеходная зона и парковка со стороны улицы Парковой не раз подвергалась раскопкам коммунальщиков. Требует ремонта и гранитная облицовка подпорных стенок монумента. Конечно, отремонтировать-то надо. Посмотрите, когда ремонт был. Уже все, он подлетал. За счет вот этого, как бы, квест поддирали. Сколько? Ну, не знаю. Дорожки, может, какие-то еще сделать, чтобы гулять удобно было. Я бы церковь от завода сюда поставила. А танк забирайте. Нет, ну, действительно, Ленинградский бы смотрелся. И, во-первых, здесь бы всегда очень чисто и порядочно было. Это наше мнение. Еще одно из пожеланий горожан, чтобы рядом с площадью и парком, который обустроят за памятником, сделали общественный туалет. Очень много людей пожилого возраста и детей гуляют здесь. В предстоящем году площадь танкостроителей намерены отремонтировать и немного внести изменения в планировку. Но масштабных изменений, говорят специалисты ТГИЛ-граждан проекта, не будет. Основные работы будут выполнены по замене тротуарной плитки, по замене гранитных плит, расположенных на пилонах. Гранитные лестницы будут выполнены, работы по освещению, озеленению, высажены деревья, кустарники, выполнены газоны, цветники. И будет расширена прогулочная зона. На площади танкостроителей выделено несколько функциональных зон – мемориальное, прогулочное место для парковки и озеленения. Согласно проекту, парковку планируют перенести ближе к улице Парковая. Там будет 10 машиномес, в том числе одно для маломобильных групп. На всех тротуарах положат новую плитку, газоны засеят травой, посадят деревья и кустарники. Особое внимание уделят монументу танка Т-72. У жителей вагонки есть предложение. Я хотела бы предложить, чтобы танк Т-72, памятник, были добавлены такие сведения при оформлении, почему он является самым массовым танком, популярным в мире, кто конструктор и вообще наиболее известные факты. Ведь не каждый поведет своего сына, дочь в музей, не всегда это. А тут при прогулке они сразу же узнают и расскажут своим детям, и запомнят. Таким образом мы будем знать, чем мы должны гордиться. Появится ли эта информация на монументе, пока неизвестно. Капитальные работы будут следующие. С постаментой подпорных стенок памятника старую облицовку заменят на новые гранитные плиты. Толщиной 6 сантиметров на горизонтальных участках и 4 сантиметра на вертикальных. Крепление плит будет скрытым способом. Общая площадь благоустройства площади почти 16,5 тысяч квадратных метров. К реконструкции переступят в 2021 году в рамках программы формирования современной городской среды. В Нижнем Тагиле рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 15 человек. Всего, по данным областного оперативного штаба, на Среднем Урале за прошедшие сутки выявлено 211 новых случаев заражения. Общее количество зафиксированных в регионе случаев 31 761. Состояние 174 госпитализированных оценивается как тяжелое. За сутки выписано 175 человек. С ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, прошла летняя оздоровительная кампания. Ее итоги подведены сегодня на заседании Постоянной комиссии Нижнетагильской городской думы по социальной политике. О проделанной работе и оценке результатов Алексей Алексеев. Организовать отдых 1669 детей в муниципальных загородных лагерях удалось нынешним летом в условиях ограничительных мер. Первоначальные планы в четыре раза больше. Не открылись городские лагеря с дневным пребыванием, санатории. Был отменен поезд здоровья. Оздоровительная кампания стартовала позже на месяц, 7 июля. Даже если лагерь открывался, мы не могли оздоровить более 50% от наполняемости данного лагеря. Кроме того, лагеря работали в режиме обсервации, то есть 14 дней, и мы должны были обеспечивать проживание там всех сотрудников, которые обеспечивали работу лагеря. Не только педагогического состава, но и всего обслуживающего состава. В ходе четырех смен не проводились массовые мероприятия с участием воспитанников разных отрядов. Было исключено посещение детей и родителями. Всего на организацию оздоровления направлено около 37 миллионов рублей. На эти средства произведены ремонты, выполнены предписания надзорных органов. Два миллиона затрачено на приобретение средств защиты от COVID-19. Были сложности, сложности как с организацией, с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Но я считаю, что справились, все сделали. Наши дети, кто живал, сумели отдохнуть. При этом по отзывам от родителей, по отзывам от знакомых, я знаю, что все очень довольны. В осенние каникулы городское управление образования планирует открыть лагеря «Антоновский», «Звездный» и «Уральский огонек». Наполняемость по-прежнему будет составлять 50%. Руководитель ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов после допроса в ФСБ отпущен в качестве свидетеля, сообщает агентство новостей между строк. Сегодня он вернулся к работе. Накануне в Нижнетагильском отделе ГИБДД началась проверка по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В деле фигурирует несколько эпизодов. В одном из них сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила якобы отпустили водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС. В пресс-службах Главного управления МВД по Свердловской области и областного следственного комитета ситуацию пока не комментируют. В православном календаре сегодня покров Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают чудесное явление Божией Матери в Константинополе в 910 году, которое защитило город от осады его врагов. Покров день всегда был одним из самых любимых праздников на Руси, и сегодня праздничные службы прошли во всех православных храмах. На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают с 12 века. Покров день один из самых важных и почитаемых, хотя и не входит в число двенадесятых праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Когда человеку плохо, страшно, больно, первое слово «мама». И вот Божья Матерь, она является мамой для всех нас живущих, потому что благодаря ей явился сюда, в мир, Господь наш Иисус Христос. В этот день празднуют чудесное явление Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя. Во время осады города византийский святой Андрей Юродивый увидел Богородицу, которая укрыла храм своим аморфом-покрывалом. И вот между жизнью и смертью они вспомнили о том, что только одно упование Божьей Матери. И когда они молились, действительно поднялась волна, и эти варвары потонули. И вот из тех пор от чудного избавления мы принимаем эту традицию и вспоминаем, что когда нам с вами плохо, когда тяжело, когда наши дети в местном положении, когда на границах у нас супостат опять копит свои силы, что мы можем сделать? Мы можем помолиться Престой Богородице, чтобы она взяла все под свой покров, довериться ей, и она все действительно устроена. На Руси крестьяне именно к покрову дню старались завершить все работы и подготовку к диме. И по обычаю люди в праздник приходили в церковь всей семьей. Традиция эта живет и поныне. Стараемся постоянно праздники, каждый сами причащается ребенка, потому что вера либо она есть, либо ее нет. Вы все праздники отмечаете? Все. Все хожу в церковь. Постоянно. В деревне родился, как-то знаю, успеть надо картошку выкопать. Покровь это, он не спрашивает, как раз, заморозит и все, снегу навалит. Ходишь и полегче души, и болезни отступаешь. Храни вас Бог. Из-за пандемии коронавируса «Тотальный диктант» в этом году станет домашним. Всероссийская акция для любителей русского языка состоится уже в эту субботу, 17 октября. Написать его можно двумя способами. Либо от руки, для этого нужно самостоятельно распечатать бланк с сайта totaldict.ru и сдать работу на проверку. Либо набрать текст на клавиатуре в специальном окошке на сайте. Там также есть расписание трансляций. В этом году автор «Тотального диктанта» Андрей Келасимов. Он будет диктовать свой текст о космосе через тернии к звездам в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. Бриллиантовую свадьбу отмечает тагильская семья Никитиных. 60 лет совместной жизни с институтской скамьи до глубокой старости. Юбиляры поделились секретами семейного счастья с нашей съемочной группой. Таисии Николаевне 83 года, Николаю Михайловичу 87. Они вместе учились в сельхозинституте в Сверловске. Как-то на втором курсе студентка Таисия собралась пойти с другом в филармонию. Но, похоже, у судьбы были свои планы. «Попросил Николая у него билет, что мне очень эта девушка нравится. Он давно за мной наблюдал. И он, значит, вместо друга, земляка, пришел ко мне на концерт. Вот и познакомились». Дружили долго, о свадьбе некогда было думать, дел много. Она была звездой института и курса, отличница, занималась спортом, входила в сборную вуза. Осенью 1960 года ее направили на практику в Алапаевский район. Вот тогда Николай Михайлович все взял в свои руки, поехал за ней и сделал предложение. «Был такой дождь, такая была грязь. Ну, пронюхали мои однокурсники, что у нас сегодня регистрация. Сорвали лекцию в институте, и все прибежали в Кировский ЗАГС». По распределению семья попала в Богданович. А ближе к 90-м Никитины переехали в поселок Зональный. Он занял должность главного агронома, она – главного зоотехника. Трудились на совесть, умели отдыхать, а любовь к спорту привили и своим детям. «Только суббота. Мама. Скорее, ты в субботу постирайся, пока в школе, а потом на лыжах пойдем». И на девятом десятке супруги ведут здоровый образ жизни. «В семь часов подъем, гимнастика, открыта форточка, обтирание обливания и вперед. Позавтракали, пошли гулять». У Никитиных дочи – сын, внуки и правнуки. За 60 лет супружеской жизни, как сами говорят, ни разу не поссорились. Считают, что жить нужно друг для друга. Это и есть главный секрет семейного счастья. «Каждый день мы садимся после обеда на софу и поем песню. А летом у нас очень красивые цветы. Выходим, значит, мы на беседку и поем. Соседи все хлопают ладоши». «И снег, и ветер, и звезд ночной полет. Меня, мое сердце, в тревожную даль зовет». Это были все новости на сегодня. До встречи на Тагил-ТВ. Увидимся.